Сергей Дмитриевич, во-первых, огромное спасибо, что выкроили время на то, чтобы пообщаться с нашими телезрителями, ведь правительство сейчас действительно дел не в проворот, и наиболее обсуждаемая сегодня в обществе тема – это модернизация пенсионного законодательства. Давайте с нее и начнем. Вот каковы ее основные цели и задачи? Обсуждаемые сегодня изменения – это, можно сказать, логическое продолжение процесса совершенствования в целом пенсионной системы. Все мы прекрасно понимаем и помним, что именно в нашей стране впервые на постсоветском пространстве в 1998 году была осуществлена реформа пенсионной системы. Вот тогда в стране впервые была введена на постсоветском пространстве накопительная пенсионная система. И основная цель ее заключалась в том, чтобы постепенно в будущем перейти от выплаты пенсии за счет бюджета государства к получению гражданами пенсии за счет собственных пенсионных накоплений. С того момента неоднократно повышались, и эта статистика показывает, повышались размеры пенсионных выплат в целом пенсионные накопления граждан. И сегодня средний размер пенсии, который состоит из базовой, трудовой и накопительной частей, составляет чуть более 40% от среднемесячной зарплаты. Ну, если мне память не изменяет, это порядка 40-42 тысяч тенге. Этот уровень пенсионных выплат соответствует международным стандартам. И вот сегодня дальнейшая наша задача правительства заключается в том, чтобы сохранить этот уровень, что является главной целью модернизации пенсионной системы. И вот на первом этапе модернизации предлагается три основных изменения. Это первое. Создание единого накопительного пенсионного фонда. Второе. Это введение обязательных профессиональных пенсионных взносов для лиц, которые заняты во вредных, тяжелых условиях труда. И, наконец, третье. Ну, наверное, самая обсуждаемая, самая серьезная часть модернизации первого этапа пенсионной системы – это унификация возраста, то есть выравнивание пенсионного возраста женщин с пенсионным возрастом мужчин. Хорошо, начнем с первого. Вот чем было обусловлено создание единого накопительного пенсионного фонда? В целом, накопительная система на начальном этапе нашей страны, она выполнила свою роль. Сегодня в стране насчитывается порядка 10 фондов, в которых находятся на 1 января 2013 года порядка 3,2 триллиона тенге. Если говорить международными цифрами, это порядка более 20 миллиардов долларов накопления наших граждан. По действующему законодательству эти фонды сами управляют пенсионными счетами граждан и сами занимаются управлением дохода, то есть инвестированием из пенсионных накоплений. Такая схема управления породила ряд серьезных системных проблем. Во-первых, стало очевидным, что накопительные пенсионные фонды не смогли в полной мере обеспечить охват занятого населения накопительной системой. Оцените сами, из 8,4 занятого населения нашей страны участниками системы являются всего 5,6 миллиона человек. Из них регулярно перечисляют в накопительные свои пенсионные взносы менее 4 миллионов человек. То есть половина нашего населения участники пенсионно-накопительной системы. И сразу встает вопрос, а кто позаботится о достойной старости оставшейся половины населения нашей страны, тех трудоспособного населения. Поэтому, к сожалению, эти фонды пытались расширить число своих участников, но за счет переманивания вкладчиков из одного фонда в другой. То есть эта система, она себя, конечно же, не оправдала. Это выгодно, конечно, фондам, но какая польза от этого самим гражданам и в целом государству. Почему? Потому что в конечном итоге люди будут обращаться к исполнительной власти по решению этих проблем. Во-вторых, эти пенсионные фонды, они, конечно же, не смогли выполнить вторую свою миссию. Это инвестирование пенсионных активов, которые накопились в своих фондах, в доходные инструменты. Поэтому доходность пенсионных фондов действительно оказалась достаточно низкой. Поэтому это как бы вторая проблема. В-третьих, высокие комиссионные сборы и относительно низкая ответственность за сохранность и увеличение пенсионных активов. По расчетам экспертов, действующие ставки комиссионных вознаграждений уменьшают объем накопления в среднем за весь период накопления порядка на 26%. То есть это достаточно высокие цифры комиссионных сборов, которые, конечно же, идут из накопления, из активов пенсионных фондов. Поэтому в этих условиях создание единого накопительного пенсионного фонда была соответствующей и логичной реакцией со стороны государства и правительства. На деле, насколько они смогут, вот этот единый накопительный фонд, максимально и предельно эффективно распоряжаться, управлять пенсионными активами казахстанцев? Учитывая проблемы, о которых я говорил выше, мы разделили функции по управлению пенсионными и счетами пенсионными активами. В единый пенсионный фонд будет осуществлять, в первую очередь, учет пенсионных счетов, привлекать пенсионные взносы и выплачивать пенсии с этих счетов. А управлять пенсионными активами будет Национальный банк Республики Казахстан. При этом инвестиционная стратегия будет определяться Советом по управлению пенсионными активами при главе нашего государства. Таким образом, повысится ответственность государства за сохранность пенсионных активов и обеспечение инвестиционной доходности. Если эти условия не будут выполняться, то мы, как государство, правительство, будем вынуждены компенсировать потери за счет бюджета, что будет подстегивать и стимулировать правительство в целом на повышение роста пенсионных накоплений наших граждан. Вот мы говорим о новшествах, которые предлагаются. Учитывают ли они какие-то льготы или меры поддержки людей, занятых на вредных производствах? И вообще, какова ответственность работодателя по начислению пенсионных выплат? Структура нашей экономики, у нее есть свои особенности. В нашей экономике, конечно же, преобладают базовые отрасли, такие как горно-рудные, горно-металлургические шахты. И вот для категории работников, занятых в этой сфере, существующей пенсионной системе, были предусмотрены только добровольные профессиональные пенсионные взносы со стороны работодателей. Но, к сожалению, немногие работодатели берут на себя такие расходы, так как они носят добровольный характер. Сегодня добровольные профессиональные взносы перечисляются только к 4 тысячам человек, тогда как количество работающих в таких условиях сегодня составляет порядка 350 тысяч человек. Поэтому добровольные пенсионные взносы переводятся в разряд обязательных. И эта жизнь доказывает, что сумма этих обязательных пенсионных выплат будет составлять 5% от фонда оплаты труда со стороны работодателей. Таким образом, пенсионные счета лиц, занятых во вредных, тяжелых условиях труда, на их счета будут поступать 15% пенсионных взносов. Эти отчисления, как показывают расчеты, позволят нашим гражданам накопить достаточно средств для выхода на пенсию уже в 50 лет. Отмечу, что для работодателя это не является нагрузкой, поскольку данные обязательной пенсионной выплаты будут отнесены на вычет, особенно при выплате налоговых платежей. Все эти меры предпринимаются правительством в целях усиления социальной защиты наших граждан, работающих в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. Я хочу сказать, что в ряде стран, независимо от учета работы во вредных, в списках номер один или других тяжелых условиях труда, применяются более шире обязательные выплаты профессиональных взносов. К примеру, в Сингапуре помимо обязательных пенсионных выплат взносов самих граждан, это порядка составляет 20%. 20% они шли поэтапно в этой стране, 20% шло за счет работодателей, бизнеса, который принимает своих граждан на работу. Но мы приняли такое решение, расчеты показали, что 5% пока на тех лиц, которые работают в вредных, тяжелых условиях труда. Хотя есть мнение, и оно достаточно хорошо поддерживается, с тем, чтобы наша структура экономики говорит о том, что у нас достаточно сложная структура экономики в промышленности, поэтому такое можно было бы распространить в целом на промышленные предприятия нашей республики. Думаю, что от этого выиграют и сами предприятия, и сами граждане, и государство в целом. Один из наиболее бурно обсуждаемых сейчас в обществе вопросов – это унификация пенсионного возраста для женщин. Есть сторонники, есть противники. Что об этом говорит мировая практика? И вообще были ли прецеденты? В проекте закона предполагается повышение пенсионного возраста женщин с 58 до 63 лет. Это поэтапно я скажу ниже. Я скажу, что это так называемая унификация возраста. Почему мы идем сегодня на повышение пенсионного возраста для женщин? По действующему законодательству за стаж работы, выработанной на 1 января 1998 года, пенсия выплачивается государством. То есть даже если 6-месячный стаж до 1 января 1998 года есть, то государство платит солидарную пенсию. Но с каждым годом выплаты этих пенсий и людей, выходящих на пенсию, будет все меньше, которые имеют достаточный стаж работы до 1998 года. И наоборот, будет увеличиваться число тех, кто будет получать пенсию в основном из накопительной системы. То есть до 1998 года у нас существовала солидарная, и с 1998 года мы перешли в накопительную систему. И практически с 2018 года среди вновь входящих пенсионеров не останется граждан, имеющих полный трудовой стаж. Это означает, что размер солидарной, то есть трудовой пенсии наших женщин, выходящих на пенсию после 2018 года, конечно же, будет снижаться. И таким образом существенную роль будет, конечно же, играть сумма пенсионных накоплений, накопительных пенсионных фондов, а не из бюджета. Как было раньше, до 1998 года, и тем более сейчас, по прошествии 15 лет, реформ пенсионной системы. Поэтому необходимо, чтобы в накопительной пенсионной системе участвовало как можно больше наших граждан, и они имели возможность за этот период накопить себе достаточно пенсионных накоплений, с тем, чтобы обеспечить себе достойную старость. Если не сегодня проводить эту реформу, то завтра большая часть наших граждан, особенно женщин, останется без достаточных пенсионных накоплений, а значит, как я уже говорил, без нормальной пенсии в старости. Конечно же, реакция общества, наших граждан на любые непопулярные реформы, затрагивающие интересы широких слоев нашего населения, конечно же, она болезненна. Но надо понимать и быть ответственным, что ни одно правительство не идет на непопулярные реформы без каких-либо оснований или расчетов. Поэтому унификация пенсионного возраста – это не казахстанское ноу-хау, это опыты других стран. Повышение рубежа пенсионного возраста в настоящее время используют, либо уже использовали многие зарубежные страны. Я даже могу перечислить, это Великобритания, Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Южная Корея, Чехия, Эстония, Украина. Даже из постсоветских стран, видите, Украина и Эстония пошла на это. При этом, хочу отметить, что в 18 странах Евросоюза пенсионный возраст женщины уже выравнивается с пенсионным возрастом мужчин. И в Европе, я должен отметить, возраст пенсионной составляет где 65 в отдельных странах, а в некоторых странах уже 67 лет. Я должен сказать, что в ряде стран уже рассматривают возраст и 70 лет унификации возраста пенсионеров в этих странах. Например, если взять, допустим, Францию, то во время периода повышения пенсионного возраста для женщин он занимал 8 лет. Есть и другие примеры, тоже поэтапного повышения возраста. А в тех странах, где своевременно не были приняты меры по повышению возраста, оно осуществлено было очень сжатое и короткие сроки. Потому что и галмономика не позволяла выплачивать пенсии своим же гражданам. Поэтому, а это единственный источник людей, которые выходят на пенсию. Вот примером к этому может служить Греция, где возраст с 60 до 67 лет был осуществлен в период всего лишь трех лет. Вы представляете, насколько это было тяжело и особенно для тех пенсионеров, которые находились в предпенсионный период выхода на пенсию. Поэтому, осознавая ответственность перед нашими гражданами, мы предложили не одномоментный и не двух-трехлетний период, как это было в ряде стран, а поэтапное его увеличение, а именно в порядке в течение 10 лет, по полгода за каждый год, начиная с 2014 года. Давайте теперь поговорим о проблемах людей предпенсионного возраста. Буквально на днях правительство приняло комплексный план содействия занятости людей, которым больше 50 лет. Какие меры он предполагает? Как будет контролировать государство работодателя? И сможет ли он обеспечить условия для достойного выхода на пенсию? Хороший вопрос, Андрей. Хочу сказать, что повышая пенсионный возраст, мы понимали, что нам нужно принять дополнительные меры по обеспечению занятости населения, прежде всего, женщин среднего возраста. Для защиты работников старше 55 лет в трудовой кодекс будет вноситься ряд изменений. Ну, к примеру, запрещается размещать информацию о приеме на работу, содержащей требования дискриментационного характера в сфере труда. То есть, примерно такие формулировки, как «не старше», «столько-то». То есть, эти формулировки, конечно же, будут считаться незаконными. Теперь не допускается расторжение трудового договора с работниками старше 55 лет, кроме соответствующей решения комиссии, которые будут созданы при этих предприятиях или при этих организациях. Второе. Для охвата пенсионной системы самозанятых правительством планируется изменение специальных налоговых режимов. Вот его суть заключается в том, что налоги предпринимателя будут уменьшаться на сумму пенсионных взносов, перечисляемых за себя и за своих работников. И третье. Как я уже говорил, правительство утвердило комплексный план содействия занятости лиц пожилого возраста. Так называемая программа занятости инициативы 50+, которая предусматривает ряд мер, направленных на применение женского труда, использование дистанционных форм занятости, широкое развитие надомного труда, а также развитие предпринимательства, особенно для женщин. Будет разработан закон о специальных социальных рабочих местах, который предусматривает стимулирование приема на работу лиц предпенсионного возраста. И хочу отметить, что человек по своей природе к любым переменам относится настороженно и не все сразу принимает. Понятно, мы сейчас стоим на пороге принятия важнейших решений. Еще в Китае есть такая пословица. Тяжело жить в период перемен. Но, тем не менее, хорошо, когда ощущаешь себя участником, частью проводимых реформ, которые в будущем даст хороший толчок к развитию, процветанию своей страны, общества. Я думаю, что сегодняшние проводимые реформы, модернизации пенсионной системы, она больше всего направлена, конечно же, на развитие нашей страны, на то, чтобы наши будущие поколения имели состоятельную пенсионную систему, которая бы давала результаты и плоды своего труда, чтобы любой человек, работающий, мог в старости обеспечить себя достойной пенсии, которая позволит ему жить достойно. А второе – это пенсионная система, и те реформы, модернизации, которые сегодня проводятся в нашей стране, создает условия для ответственности, как государство, как те органы, в том числе Национальные банки, Единый пенсионно-накопительный фонд, который будет управлять инвестиционными доходами, управлять счетами наших пенсионеров, и государством, которое будет контролировать и компенсировать те недостающие доходы. И самое главное – оно будет стимулировать, подстегивать самих граждан, которые, в первую очередь, накопительные пенсионные системы, также адекватно ответственны за свои накопления, с тем, чтобы в будущем иметь достойные сбережения для обеспечения своей старостью. Что ж, Сергей Кангмедович, огромное спасибо вам за содержательную беседу и за ваше время. Спасибо.